Приморье завершился конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2016». В этом году впервые он прошел на базе Всероссийского детского центра «Океан». От нашего округа в конкурсе приняли участие ребята школы номер один, которые стали победителями регионального конкурса. С какими эмоциями они вернулись с берегов Японского моря, выяснила наша съемочная группа. В соревновании приняли участие около 350 ребят в возрасте от 10 до 12 лет со всей России. Это победители муниципальных и региональных этапов конкурса. За семь дней их домом стал Всероссийский детский центр «Океан». За это время участники прошли шесть этапов на знание и практическое применение правил дорожного движения, оказание первой доврачебной помощи и творческий конкурс, в котором оценивалась оригинальность и умение выступать на сцене. Своё мастерство продемонстрировала и команда из Ненинского округа. Как я считал, команда подготовлена была достаточно неплохо, если сравнить с прошлым годом. Мы набрали штрафных баллов на 100 меньше, чем в прошлом году, что давало нам право рассчитывать на достаточно приличное место. Но соперники оказались серьёзные, ведь перед тем, как приехать на конкурс, ребята проходят огромный отбор. Поэтому представителям нашего округа было сложно конкурировать с ними. Было всё сложно там. Автогородок, медицина, фигурка и всё. Сложным было медицина и автогородок. Вот это для меня было самое сложное. Вопросы какие-то по медицине были сложные? Да. Какой-то запомнился тебе вопрос? Ну, да. Там был вопрос про вязку на грудь. И там было три варианта. И вот это был очень сложный вопрос. И я ответил на него правильно. Помимо испытаний, ребятам выдалась удивительная возможность посетить различные достопримечательности Владивостока. Для юных инспекторов была организована обзорная экскурсия по городу, а также выезд на самый большой в мире Вантовый мост на остров Русский, который вошёл в первую десятку рейтинга самых интересных туристических мест России. Всё такое красивое было. Тебе надолго запомнится, наверное, эта поездка, да? Да. Цель конкурса «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения и формирование культуры безопасного образа жизни. Данный конкурс может помочь снизить уровень детского травматизма. Сейчас в рамках федеральной программы сотрудники пропаганды регулярно проводят занятия со школьниками на тему безопасности на дорогах. Но просят и родителей не забывать, что их пример и воспитание – основа привычек у ребёнка. Сейчас, вот мы по цифрам смотрим, есть тенденция снижения детского травматизма. И нам очень важно, чтобы вот здесь вот каждый элемент, который необходим был задействован, срабатывал. Вот нельзя говорить только о том, что виноваты госавтоинспекции или педагоги. Здесь очень важно, чтобы ещё и родители в этом направлении работали. Напомню, конкурс юных инспекторов движения проводится ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. География соревнований охватывает всю Россию – от Чукотки и до Крыма. И хоть ребята из нашего округа не заняли призовое место, знания и воспоминания об этой поездке не забудутся им ещё очень долго.